Частный сектор, огромный мусорный бак, который наполняется довольно быстро, но и регулярно вывозится. Коммунальный и природный мусор, кубометры отходов. Спустя три года реализации мусорной реформы люди привыкли к такому сервису. Правда, в последнее время все чаще появляются должники. При том, что деньги за услугу они переводят. Мне просто нужна была справка, я обратилась за ней о том, что у меня нет задолженности. И выяснилось, что задолженность все-таки есть. Долг небольшой, но, по словам Елены, его вообще не должно быть. Платит она регулярно. Автоматически списывались деньги со счета, проблем не было никаких. С подобной проблемой столкнулось уже несколько сотен жителей Барнаульской зоны ТКО. Оказалось, долг может расти из-за технического нюанса. Участие населения оплатой этой услуги проводилось с помощью приложения банка через систему автоплатеж. Если потребитель не перенастроил в автоплатеже данные на нового рекуператора, который начал работать с июня, могут возникнуть сложности. С такой проблемой могут сталкиваться не только жители, проживающие в частном секторе, но и в многоквартирных домах. Опять же, при условии, если дом находится на прямых договорах непосредственно с Экосоюзом. В июне рекуператор Экосоюз присвоил потребителям новые лицевые счета. Под исключение попали управляющие компании ТСЖ и ТСН. То есть жителям, у которых прямой договор с рекуператором без посредничества УК, стоит узнать номер своего лицевого счета. Это можно сделать через систему город, в банке или на горячей линии рекуператора. А далее нужно указать в настройках выбранной системы платежей актуальный номер счета. Добавим, что речь идет о десятках тысяч потребителей, жителей частного сектора и каждой пятой многоэтажки Барнаула. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.